Я писатель Георги Садовникова, который называется «Прододорец подключений», которая попала мне в уроки, когда я учился в 2-м классе. Так что я могу вот этот момент назвать для себя точкой отчета первым шагом в профессию, потому что она на меня произвела такое гигантское впечатление, что мне захотелось примерить на себя ту жизнь главных героев, которая там была описана, примерить на себя те ощущения, то восприятие космоса, которое там было на улице. Ну, конечно, это было все детское, для детей написано, но тем не менее, наверное, это воздействие было настолько сильно эмоционально, что оно меня подтолкнуло к более близкому знакомству к этой профессии, со всеми науками, которые окружают космические полеты. Ну, строго говоря, вот, наверное, жизнь мне просто не давала возможности посмотреть на что-то другое. С 2-го класса вы определились по штатам? Ну, да, если говорить серьезно, наверное, да. Кстати, вот наше, есть зарубежные исследования, в частности, наших американских коллег-психологов, о том, что если ребенку в возрасте 10-12 лет что-то очень интересно рассказать, какой бы профессии показать красочно, заинтересовать на эмоциональном уровне, то с очень большой долей вероятности это станет его либо профессиональной профессией в жизни, либо станет таким твердым ходом. Поэтому я думаю, что мне повезло как раз вот в тот момент, в нужный момент, в нужное время, вот на меня такое впечатление произвело вот эта книга. Так что, если, дорогие родители, если хотите чем-то, в какую-то профессию направить своих детей, вот в этом возрасте постарайтесь их заинтересовать именно этой профессией. Мне кажется, они с любовью к космосу уже рождаются. Самые маленькие, уже знают все планеты. Очень хочется доверить, но, наверное, дело в том, что у всех людей, у всех землян гена где-то зашит вот тот интерес к космосу, тот восторг, который охватывает, наверное, каждого человека, который видит на звездное небо, чистую, можно иначе. Вот сегодня с вами встречаются и школьники, и студенты, а вы со второго класса мечтаете быть космонавтом, а у вас в детстве были вот такие встречи, когда-то из живых космонавтов вы видели, они вам отговаривали вас от этого и дела. Ну, во втором классе, конечно, у меня не было тогда еще возможности встретиться с космонавтом. Я встретился впервые в жизни с настоящим космонавтом, будучи старшим школьником в юношественном клубе космонавтики имени Германа Степановича Титова. Это наш, Анечка, дворец. В этом клубе я учился, и к нам в гости приехал Георгий Михайлович Гречко, который тогда был уже легендарным космонавтом. Я тогда еще не знал, что он выпустит нашего ВНМЕХа, но когда я побывал на этой встрече с ним, он тогда рассказал, что он закончил ВНМЕХ, что работал в Ракетно-Космической корпорации «Энергия». Вы знаете, вот как-то после этого разговора, наверное, полчасового, я уже понял, что да, я буду поступать к нашему ВНМЕХу. Именно сюда должна, пойдет моя дорога. Эта фотография для меня очень памятна, потому что с той встречи осталась фотография, где Герой Михайлович нам рассказывает о космических полетах. Напротив него сидят ребята, я сижу. И, кстати, рядом со мной сидела в тот же момент, на фотографии она тоже есть, Екатерина Александровна Иванова, которая тоже выпускник нашего ВНМЕХа, и которая в тот момент как раз проходила зачисление в отряд космонавтов. Беслина, сказали степень, что вот сам полет «Скосмос» – это как бы пик карьеры космонавта. Но вот вы уже слетали, да, не один раз. Есть ли вот чего вот, ну, собственно говоря, к чему стремиться дальше там? Понятно, что олимпийские, ну, спортсмены хотят стать олимпийскими чемпионами. Вот космонавты, сколько вот у них там может быть есть, кто больше перелетает, какие цели дальше?